Мигранты в растерянности и отчаянии пытаются узнать хотя бы у журналистов, что им делать, чтобы избежать депортации. Готовы ночевать возле многофункционального центра Сахарова, лишь бы остаться в Москве. В России основательно возьмутся за мигрантов. Досмотрите это видео до конца и вы узнаете, какие новые обязанности предстанут перед нашими гражданами. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Надо спрашивать, что можно или нет. А что можно или нет? Регистрация проделит и патенты что-то поделать или нет. Даже не знаю, что будет дальше. Успели документы оформить? Нет. Трудовым мигрантам Таджикистана в России рекомендуют адаптироваться к культуре страны, перебывание и следовать правилам поведения в обществе, чтобы не раздражать коренных жителей. Представительство Министерства труда, миграции, занятости населения Таджикистана в России по миграции распространило рекомендации для таджикских трудовых мигрантов, находящихся на территории Российской Федерации. Таджикским мигрантам в России в частности рекомендуется, если они распустили бороду согласно шариату, то ухаживать за дней, ежедневно чистить бороду и усы, чтобы не пугать окружающих. Также граждане Таджикистана призывают совершать намаз исключительно в отдельных для этой цели местах. Трудовым мигрантам также рекомендовано в свободное время после работы посещать библиотеки, театры, музеи, изучать и уважать культуру, историю, язык русского народа, а по мере возможности поступить заочно в вузы России. Также мигрантам рекомендуют воздержаться от курения табака и потребления спиртного. Как вам такие рекомендации? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Сказали, чтобы продали, чтобы продали, нам было легче, чтобы работать, да? А вы вот за это, ну, нельзя держать все мигранты за горло, чтобы мы могли спокойно прийти, получить патент, уйти, да? Вот, чтобы нам легче было, полегче делайте, пожалуйста. Также Министерство внутренних дел России разрабатывает транспарентный порядок въезда и выезда в страну, сообщил глава НИД Российской Федерации Сергей Лавров. Было пораньше думать. Дали время полтора года. Вот, прошел полтора года. Еще ждать, что ли, ключи? Один раз департация будет, потом хорошо будет. В ходе общения с членами Ассоциации Европейского бизнеса. По поручению президента Министерство внутренних дел готовит транспарентный комплекс, подход о том, как нам обеспечивать въезд и выезд из России, сообщил дипломат. Лавров отметил, что эти нововведения призваны обеспечить максимальную прозрачность процессов. МВД поясняют, те, кто успел встать хотя бы на миграционный учет, до конца года могут быть спокойны. То есть, если у приезжего нет разрешения на временное пребывание, вида на жительство или патента, но есть регистрация, нелегалом он не становится. Оформить все документы время еще есть. Также глава Митрохийской Федерации сообщил, что вопрос создания новых правил въезда займет несколько месяцев. Мы заинтересованы, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно. И, конечно, визовая поддержка, визовая комфортность должна быть частью инвестиционной привлекательности, добавил Лавров. Люди поневоле не могут встать на миграционный учет, их не могут поставить, не хотят поставить их принимающая сторона, и они поэтому вот сейчас в таком уязвимом положении. Вот на них, значит, вот МВД, я не хочу сказать, объявлена охота. Отмечается, что данные меры разрабатываются в связи с эпидемиологической ситуацией. Как вам такие новые настроения в России? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. МВД заявили, тем, кто не успел встать на учет по месту проживания, грозит депортация. Искать нарушителей, говорят, в профсоюзе будут всеми способами, даже по камерам видеонаблюдения на подъездах. Но если всех найдут и депортируют, то кто будет работать? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.